Участок, ограниченный улицами Суворова, Пролетарская, 10 августа и Бубнова, располагается почти в самом центре города. На этом месте сейчас частный сектор. Непорядок посчитали в городской администрации и начали поиск инвесторов для строительства здесь двух десятиэтажных жилых комплексов с парковками и нескольких бизнес-центров. А пока для инвест-привлекательности территории решено было внести изменения в планировку участка, передвинуть красные линии. Площадь рассматриваемой территории составляет 12,5 гектаров. Из них 7,96 гектаров площадь участка жилой зоны малоэтажной состройки с участками. 0,31 гектара площадь участка сообщественной деловой зоны преимущественно общественной застройки и 0,26 гектара площадь участка зоны специального назначения военное ведомство. 3,96 гектаров – это территория общего пользования, занятая дорогами, проездами, тротуарами, озеленениями. После внесения предлагаемых изменений здесь появится еще одна дорога, пересекающая участок по диагонали, а также парковка, общественно-деловые здания, многоэтажные жилые комплексы. Словом, красота. Планировочные решения проекта планировки территории направлены на создание максимально удобных условий проживания и устойчиво-функционального жилого района, условий отдыха населения и оздоровления экологической обстановки, комфортного для жилья, благоустроенного и архитектурно-праздительного нового района, который в будущем имеет все основания стать одним из наиболее престижных предостроительных образований города Иваново. Общественные слушания вызвали большой резонанс у жителей этого района. Люди всех возрастов, объединенные территориально, собрались в администрации высказать свое мнение о перепланировке. Основной вопрос, звучавший из зала. Когда же начнется постройка чудо-комплекса? Дома наши с 2024 года, у некоторых еще и раньше. Мы не можем ничего делать. Мы не можем делать, например, ремонт какого-то капитального, потому что у нас все время уже был такой перспективный план. У нас дома были изъяты из плана города. И мы, значит, дома наши потихоньку разваливаются, разваливаются. И сейчас, значит, у нас слушания публичные. И мы опять будем сидеть в раздумьях, делать нам ремонты капитальные на своих домах или нет. На вопрос у отдела архитектуры ответа нет. Как нет и инвестора, положившего бы глаз на землю. А значит, сказать, когда частный сектор расселят для строительства чудо-архитекторской мысли, нельзя. То есть это все получается опять влага-влага. Мы сидим теперь опять на мини, что ли. Еще 50 лет мы будем сидеть с капитальным ремонтом домов. Я повторяю еще раз. Капитальный ремонт вы можете сделать. Это законно. Вот только инвестор за оплаченный жителями ремонт платить не будет. А значит, дальнейшая судьба домов, как игра в рулетку, зависит от воли случая. Но если инвестора на горизонте нет, зачем вообще нужны слушания? Представители администрации отвечают путанно. В настоящем проекте планировки изначально было сказано, явилась основа и корректировка красных линий, которые в настоящий момент, который в генеральном плане замесено, не дает реализовать некоторые градостроительные намерения, в частности, по участку ближе к улице Бубнова. Поэтому для того, чтобы данные намерения были реализованы, мы обязаны разработать проект планировки на территорию значительно большую. Такой проект разработан и предлагается перспективное развитие данной зоны, многоэтажей. Своим недовольством жители путают карты этому заинтересованному лицу. Но народ это, кажется, не волнует. В предложенном жители. Жителям плани, даже далекие от градостроительства, горожане нашли немало нестыковок. По вашему новому управлению, у меня получается красный линий, так вот сейчас, процент другого. То есть, уже получается, по вашему плану, у меня состоит незаконно. Хотя у законин уже, ну, года два, наверное, три. По старым планам. То есть, что у меня сейчас получается, что у меня дом уже по вашему плану, состоит незаконно. Чиновники успокаивают. Все проблемы в будущем можно будет решить напрямую с застройщиком. Вот только чего ради создавать проблему там, где ее не было и в интересах инвестора, которого нет. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.